Введению онлайн-касс в предпринимательский оборот была посвящена пресс-конференция в региональном управлении налоговой службы. У тех, кто нанимает работников, осталось меньше месяца, чтобы приобрести и начать использовать аппарат. Кроме того, говорили на брифинге и о долгах по налогам. Жители области задолжали по налогам больше 500 миллионов рублей. Сумма внушительная, хоть и на 300 миллионов меньше, чем в прошлом году. Большая часть долга – транспортные налоги. Схема борьбы с неплательщиками традиционна. Это начисление пения, письменное требование погашения, а после – иск в суд. Налоговики уже направили в службу судебных приставов более 12 тысяч исполнительных документов на сумму 178 миллионов рублей. Есть и другие меры воздействия на должников. Уплата налогов может привести к ограничению выезда за пределы Российской Федерации. В настоящее время ограничение выезда принимается в отношении физических лиц и предпринимателей, имеющих задолженность выше 30 тысяч рублей. Еще одна тема пресс-конференции – очередной этап перехода на онлайн-кассы. Многие бизнесмены уже установили у себя новую технику. Она в режиме реального времени отсылает все данные фискальные органы. С 1 июля 2018-го по закону перейти на эту систему должны предприниматели, имеющие штат специалистов и работающие по единому налогонавмененный доход или по патентной системе налогообложения. А вот у юридических лиц безнаемных сотрудников на установку оборудования есть еще один год. По словам Ирины Кузьменко, теперь у предпринимателей, работающих по новой схеме, больше нет необходимости составлять отчеты в налоговую службу. Это значительно упрощает ведение бизнеса.